Приветствую вас, и, вы знаете, вот я прочитал ваше сообщение, ваше письмо, и в нем есть некоторые противоречия. То есть, понятно, что мама вашего мужа любит в отношении и требует денег. Понятно, что ваш муж зависит от мамы. Понятно, что, вот, как бы, в этой ситуации вы являетесь крайним, потому что муж считает, что мама помогает, и раз мама помогает, значит, она, как бы, имеет право на то, чтобы спрашивать, куда вы тратите деньги. В чем ваш микрофт-правал? Давайте вот так попробуем. В чем ваш микрофт-правал? И в чем не-правал? Значит, не права она в том, что левит ваши отношения. Не совсем понятно, когда она начала это делать, то есть, делала ли она это до того, как они купили вам первую однокомнатную квартиру. Если она это начала делать только после того, как квартира была куплена первая однокомнатная, то можно говорить о том, что, возможно, микрофт делает это специально, чтобы иметь повод вмешиваться в ваши отношения. Если она делала это до этого, до того, как вам, ну, как вам была приобретена квартира, то тогда можно говорить о других, конечно, мотивах с ее стороны. Но мотив, мотив этот все равно остается один. То есть, главный мотив остается один. Это желание держать руку на пульсе, желание наблюдать, следить за вами, следить за тем, что вы делаете, в частности, что делает ее сын. Ну, потому что, ну, по всей видимости, либо свекровь за счет вашего сына и за счет того, что влезает в ваши отношения, как-то себя, ну, реализует, да, то есть самоутверждается. Либо она просто таким образом беспокоится за сына, то есть у нее такие вот гипертрофированные материнские чувства. А дальше, значит, ваша мама в этом не права, мама вашего мужа не права в том, что вот левит в ваши отношения. Теперь момент очень тонкий. Наши родители купили вам однокомнатную квартиру. Это было чье желание? Это было, как я понял, это было желание вашей свекрови. То есть свекровь изначально захотела купить вам квартиру для комнатной, они это сделали, они купили ее. Непонятно, почему по собственной воле купленная квартира нуждается в возврате половины ее стоимости. Но это все равно, что если бы я купил бы вам, например, машину, да, по собственной воле, а потом стал бы требовать у вас половину этих денег, хотя вы меня, в принципе, не просили о покупке. То есть понятно, что бывают разные ситуации, понятно, что бывают разные отношения, и каждое отношение там нуждается в собственной проработке, нуждается в собственном анализе. Не всегда и не везде отношения не допускают подобного. Иногда бывает так, что действительно человек по собственной воле что-то делает, а другой человек негласно для него тоже что-то делает, потом этот человек перестает что-то делать, и человек начинает просить возмещение каких-то своих расходов. Такое тоже бывает. Но в вашем случае, мне думается, таких тонкостей нет, мне думается, что здесь самое элементарное, элементарное самоиспользование, то есть если свекра смогла купить вам однокомнатную квартиру, значит, денег у нее не так уж и мало. И на жизнь ей точно хватает. А вот то, что она требует вернуть половину от ваших родителей, но это, мягко говоря, некрасиво, потому что родители ни под что, ни подписывались. Дальше. То есть здесь ваша свекровь полностью не права. Теперь, если говорить о кредите. Вот с кредитом все как бы не так, с кредитом все не так просто, потому что, с одной стороны, да, свекровь сама изъявила желание платить кредит опять. Но, с другой стороны, вы сами видели, к чему привело оказание помощи свекрови вам. И получается, что вы согласились на помощь с ее стороны опять, зная, чем это вернется для вас. Вот это мне тоже непонятно. То есть, скорее всего, ваш муж согласился на эту помощь, да. Но, если он согласился на эту помощь, без вас, то, получается, между вами нет никаких договоренностей, вы никак не решаете совместные вопросы. Получается, что вы, ну, у вас в отношениях точно есть проблемы. И если это так, то вам не субмикробию нужно решать вопрос, потому что она такая, какая она есть. Это пожилой человек. Жилого человека изменить невозможно. Вам надо отношения с мужем устраивать. Подумать, почему он прислушивается к ней. Почему он не слушает вас. Как вообще, насколько здоровы ваши отношения, насколько они взаимны, насколько они искренне доверительны и так далее, и так далее, и так далее. Вот это нужно вам, как бы, анализировать. С этим вам нужно работать. Не с тем, что вот вы пишете, да, а с этим. Потому что, ну, вот непонятно, почему вы согласились второй раз на помощь. Да, вам тяжело, но, как я понял, вы справлялись. Свекровь облегчила нам жизнь, да. Ну, какой ценой. В принципе, это вот то, что я хотел вам сказать. И последнее, что вы пишете, то, что пробовали своему мужу говорить о том, что свекровь левит ваши отношения. Оно возьмусь с лицами. С лицами считают, что раз она помогала, то и имеет право, да, кто-то вам говорит. В этом, в этой ситуации мне видится только одно верное решение. Это решение связано с договором. Когда речь идет о деньгах, то всегда используется договор. Как единственная, нормальная, адекватная форма решения денежных проблем. О чем вы можете договориться со своей свекровью, ну, и с мужем заодно. О чем вы можете договориться? Договориться вы можете о том, что долг, который считает существенным ваша свекровь, вы отдадите вместе с мужем, отдадите в течение там, ну, какого-то времени. И начните постепенно выплачивать свекрови ее деньги, которых она так хочет, судя по вашему письму. И как только вы дадите ей, себе и своему мужу, вот этот вот элемент договора, то у свекрови моментально пропадет любое обоснование для того, чтобы вмешиваться в вашу жизнь, потому что ей это ведь нужно, чтобы вы долг возвращали. Но вы это и будете делать. Вы и будете возвращать долг, но постепенно, конечно же. Конечно же, постепенно. Следующий важный момент, который мне представляется очень серьезным. Этот момент заключается в том, чтобы вы, именно вы сами, еще раз говорю, обсудили со своим мужчиной все-таки, важные вещи, которые касаются уже ваших отношений. Ваши отношения друг к другу. Потому что, ну, вы знаете, то, что вы написали, это очень печально. Складывается ощущение, что ваш мужчина вообще, ну, никак не готов обстаивать свою семью. Никак не готов он бороться за свою семью. И никак не готов он дистанцироваться от своей мамы. То есть, по сути, это все очень плохо именно для вас. И если вы не будете рада возвращать, то проблемы будут, к сожалению, и дальше. И таким образом, я надеюсь, мы с вами сейчас подходим к нескольким направлениям. Первое направление – это попробовать договориться с микробием. То есть, договориться прямо вот в буквальном смысле этого слова, договориться с микробием. И второе – это, значит, переоценить отношения с вашим мужем. Пожалуй, вот это то, что я хотел вам сказать. Именно так вам нужно действовать. Поймите, свекровь вам не изменить. Изменить вы можете только свое отношение к этому. И то, что вы реально можете сделать – это оздоровить отношения с мужем, подумать, какие у вас есть с ним проблемы, а проблемы есть, если он злится и вы не слышите друг друга. Все с этим, возможно, нужно и стоит разбираться, потому что, ну, понятно, что от всего этого страдает ребенок только лишь. Ну, вот. Ну и, собственно, именно так вам нужно поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok